Дворец детского и юношеского творчества Выборгского района Решает задачи экологического воспитания Это экологические акции, экспедиции, олимпиады по экологии и биологии Научные исследования совместно с учеными Академии наук Вот чем живет сегодня отдел Достижения юных биологов впечатляют Победа на 16-й международной биосолимпиаде в этом году Обучающийся объединение гидробиология Павлюц Никита В российском национальном конкурсе стал победителем с проектом Охрана и использование водных ресурсов Ребята этого отдела также заняли первые места В международной научно-практической конференции Инновационные технологии и экология И во всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи Национальное достояние России Отделу туризма, краевидения и спорта уже более четырех десятков лет Ребята со своими педагогами путешествуют по России Обучаются спортивному ориентированию, археологии Пешему, водному, горному, лыжному и спелеотуризму Они победители городских, всероссийских и международных турниров Неоднократные призеры и чемпионы России и Европы В 2011 году на базе дворца был организован филиал Детско-юношеской спортивной школы футбольного клуба «Зенит» С того момента прошло всего два года, а юные футболисты дворца Уже победители всероссийского первенства по футболу в городе Адлере В туристко-спортивном отделе есть еще одно замечательное объединение Это образцовый детский коллектив спортивного акробатического рок-н-ролла «Лидер» В прошлом году ребята коллектива стали победителями чемпионата Европы А в этом, юбилейном году, они традиционно заняли первое место На открытом чемпионате Санкт-Петербурга Отдел изобразительного и декоративно-прикладного творчества Это более 700 девчонок и мальчишек, увлеченных живописью и моделированием одежды Лепкой из глины и созданием композиций из природных материалов Лучшие работы отмечены наградами на городских, всероссийских и международных художественных конкурсах и выставках Где за два последних года обучающиеся этого отдела получили 19 золотых и 11 серебряных медалей А два юных художника дворца представляли Россию в городе Пекине В отделе музыкального развития и эстетического воспитания занимаются полторы тысячи ребят Есть в отделе старейшие заслуженные коллективы, которым уже более 30 лет Это хореографический ансамбль «Дружба», коллектив бального танца «Свинг», эстрадно-духовой ансамбль «Дилижанс» В этом отделе есть несколько образцовых детских коллективов Студия эстрадного вокала «Романтика», хоровая студия «Камертон» и студия русских народных инструментов Не так давно появились и новые интересные объединения Театральная студия «Театрон», объединение «Юная модель» и хор «Мальчиков» Все коллективы отдела – многократные победители городских, всероссийских и международных конкурсов Отдел технического творчества – любимое место для мальчишек Выборгского района Здесь они постигают основы черчения, проектируют и создают действующие модели автомобилей, самолетов, ракет, кораблей и роботов Команды юных авто, авиа, ракета и судомоделистов и робототехников являются одними из лучших в городе В Международной Олимпиаде и соревнованиях по лего робототехнике в 2013 году ребята заняли первые места По итогам городских соревнований по ракетомоделированию в прошлом году команда дворца также заняла первое место Благодаря чему переходящий кубок соревнований по ракетному моделированию и в этом году остался в нашем дворце 15 мая 2002 года в Выборгском районе родилась детская общественная организация РВС Ребята выборгской стороны, которая сейчас насчитывает уже более 300 старшеклассников Ребята этого объединения изучают историю района и города, организуют социально значимые проекты и акции Безымянная высота, объект детской заботы, их именами названы, день добровольного служения городу, подарок солдату и другие На протяжении 10 лет РВСовцы несут вахту памяти 27 января и 9 мая у памятника героям-летчикам Великой Отечественной войны в парке Сосновка Отдел социально-культурной деятельности хорошо известен жителям Выборгского района Педагоги отдела разрабатывают и проводят районные фестивали и конкурсы, досуговые театрализованные и познавательные программы А также массовые праздники для обучающихся дворца и их родителей, школьников образовательных учреждений и жителей района Только за прошедший учебный год в массовых мероприятиях участвовало более 10 тысяч детей и подростков Одна из программ отдела стала лауреатом первой степени на открытом городском конкурсе созвездия игры И получила номинацию «Педагогическая значимость и сценарная идея» на международном конкурсе «Играют дети, играем мы» А проект отдела «С днем рождения дворец» победил на городском смотре конкурсе массовых мероприятий Есть во дворце методический отдел, который является инициатором районных педагогических конкурсов Организует районные методические объединения, классных руководителей, руководителей школьных музеев, руководителей отделений дополнительного образования и другие Наш дворец уже несколько лет является районным опорным центром по гражданско-патриотическому воспитанию И организацией деятельности детских общественных объединений А педагоги методического отдела – координаторами этой работы Вот такие замечательные успехи у нашего дворца И они не случайны Ведь педагоги, работающие в ДДТ Выборгского района, специалисты высокой квалификации Среди них есть почетные работники общего образования Российской Федерации Педагоги, награжденные почетной грамотой Министерства образования Заслуженные учителя и деятели культуры России Кандидаты наук, мастера спорта, отличники физической культуры Несколько педагогов награждены знаком губернатора за гуманизацию школы Санкт-Петербурга